За 60 куков и два с половиной часа мы в аэропорту Гавана. За пять часов до нашего выбора. Просто нам сказали приходить на станцию пораньше, что, видимо, была бы возможность уехать дешевле. Дьюти-фри выбор не очень. Рома так вообще маленький. Сигары ещё можно купить. Цены от 25 до 35 и выше. В куках здесь платить нельзя. В любой другой валюте. Везде в основном Гавана Клаб. Этого прославленного всем легендарио я вообще что-то не вижу. Своей любимой мулаты тоже. Так что выбор очень не очень, к сожалению. И так как в ручной кладе, то купить я могла бы только в дьюти-фри. А здесь всё печально. Так что покупать лучше всё в магазинах и сдавать в багаж. В слепую я купила Рон Каней. Ну, потому что, как минимум, я видела, что его наливают в барах. И он тут был самый дешёвый. Хотя нет, Гавана Клаб была дешевле. Взяла ещё Гавана Клаб Аньеху Специаль. Наборчик разных Гаван. Ой, господи. Да, Гавана Клаб. Ну, как подарочная такая упаковочка. И вот какой-то рома-ритуаль, который я вообще никогда не видела. Но, судя по градусам, он не такой сильный. Поэтому, может быть, нормально зайдёт. Вот. Это всё 45 долларов. Пое здесь, в принципе, можно только здесь. Судя и по количеству народу, и по меню, выбор есть. Вот ещё ресторанщик. Здесь продолжают брать комиссию, если ты платишь долларами. В размере 10%. Поэтому вот такой вот ланч. Вышло 70. Подведем итоги. Несколько лайфхаков. Желательно брать с собой американский адаптер. Я не знаю, как он называется на самом деле. Ну, вот, который там, в Америке, все вот эти вот розетки. Потому что, наверное, в 50% нету наших розеток. По поводу валюты, которую с собой лучше брать. Ходили слухи, что вроде бы уже больше не будут брать комиссию за доллары. Но 10% всё равно брали. Хотя при переводе на рубли, я посчитала, что на 1000 рублей разница всего лишь один кук. Ну, чуть больше одного кука, что, в принципе, не принципиально. Хотя, конечно, всё равно получается, что евро выгоднее. Так же, что касается, от своей стороны, вопроса, нужно всегда, прям, всегда бдить, что какие там цены, нет ли там ещё каких-то наценок. В основном в кафе там пишут плюс 10% счёта, иногда не пишут. Это, ну, если есть желание, тоже стоит уточнить, если не хочется лишний раз оставлять больше, чем желаешь. С таксистами всегда заранее тоже нужно обсуждать цену, в том числе и валюту, за которую тебя повезут. Всегда проверять, какие купюры ты даёшь, всегда проверять сдачу, потому что в этом вопросе они любят навариваться прям очень сильно. Я не знаю, сезонная это вещь или нет, но в плане проживания здесь проблем вообще не возникает. Плюс ко всему, когда люди видят, что ты в поисках проживания, они тебе стараются куда-то отвезти, тоже там докричаться, достучаться, договориться. И вроде бы помогают бескорыстно, по крайней мере, нам не раз помогали и в плане найти дорогу, и найти проживание. В общем, за свою помощь, за свои советы они никогда даже не намекали на то, чтобы их как-нибудь там позолотили ручку, отблагодарили. Ну, я не знаю, может быть, летом сложнее найти проживание или нет, но мы всегда находили. И я думаю, варианты всегда были. И даже, наверное, Вородера, по крайней мере, я тоже видела, что там были свободные кассы. Только в Гаване мы платили 30 куб за ночь, всё остальное у нас вышло 20 за ночь, ну и через IRNBNB мы заранее бронили Вородера. Мне лично вторая наша касса понравилась больше, хоть она и гораздо дальше от центра всяких активностей находилась, но мне очень понравилось то, что выход к морю прям вот практически неразличим от самого дома. Потому что у нас только всё как будто вот ощущение, что это твой такой домик, и раз ты уже на пляж вышел. Также, я думаю, совсем не обязательно бронить свой транспорт передвижения. У нас получается, что мы заранее практически всё забронили, и у нас слетело два билета. Первый билет слетел из Виньялиса, потому что мы не смогли уехать в Виньялис. И потом мы решили ещё на потойше остаться в Тринедаде. Даже если не получается там в Виазулем уехать, то всегда можно найти такси или коллективу, они гораздо дешевле. И если там соберётся, например, ещё народ, то можно ненамного дороже уехать. По крайней мере, это какая-то плюс-минус свобода передвижения. Ну, либо, конечно, всё бронить заранее, если ты на 100% уверен, что твой путь никак не изменится. В целом, в общем, Куба – это интересно, но очень печально, что когда ты просто путешественник, и я думаю, наверняка ситуация по-другому есть у тебя. Тут есть, например, какие-нибудь там друзья-знакомые кубинцы, с которыми ты путешествуешь, потому что вот так вот ты настолько отдалён от настоящей Кубы, ты турист со своими деньгами, куками, а не местной валютой, у тебя свои цены, всё совершенно другое, и саму страну ты не познаешь. Я не знаю, именно ли это имелось в виду, когда сейчас все говорят, что Куба уже не та, но если это так, то это действительно печально. Но что поделать, так скажем, все выживают как могут.